Ситуация с коронавирусом на сегодняшний день в регионе напряженная. Ежедневно регистрируются от 90 до 130 случаев заболевания. Только за минувшие сутки у жителей Ненецкого округа выявили 122 новых случаев заболевания COVID-19. В числе заболевших 21 ребенок. На заседании оперативного штаба по профилактике коронавируса речь шла о текущей эпид-обстановке. По словам главного государственного санитарного врача ПАНАО Натальи Кирхар, благодаря активному тестированию на коронавирус выявляемость заболевших происходит на ранних этапах. В связи с чем в округе практически нет тяжелых пациентов и больных пневмонией. Большая часть пациентов переносит заболевание в легкой форме, в амбулаторных условиях. В ходе заседания руководитель окружного департамента здравоохранения Елена Левина сообщила, что благодаря ранее принятым мерам удалось снизить нагрузку на амбулаторное звено, которое резко возросло в связи с появлением в округе нового штамма Омикрон. В ходе заседания участники штаба смягчили несколько антиковидных мер. В частности, стято ограничение на служебные командировки в село Округа. При этом работодателям рекомендовано направлять своих сотрудников в отдаленные населенные пункты только в случае острой необходимости. Также принято решение отменить обязательную норму для работодателей о переводе 30% сотрудников на дистанционный режим работы. Теперь она носит рекомендательный характер. Мы понимаем, что идет процесс и обучение в школах, и лечение в больницах, и есть предприятия, которые требуют привлечения своих работников, в том числе и старшего возраста. Но все же эта рекомендательная норма должна сохраняться. Мы должны беречь людей старшего возраста. Да, ковид зашел в сельские населенные пункты, но это не означает, что сейчас все сорвутся и поедут по селам в командировки. Если есть необходимость, да, если есть острая необходимость, нужно ехать. Только за минувшие сутки в населенных пунктах округа выявили 22 новых случая. В числе заболевших – 3 жителя Оксина, 11 жителей Тельвиски и 8 жителей Красного. В целом на лечение в регионе находится 945 человек. Из них стационарное лечение получают 45 человек, амбулаторное – 900. В регионе зарегистрировано 93 летальных исхода от коронавируса.